Друзья, кто на этой неделе следил за новостями? Скажите, какая была очень интересная новость, занимательная, важная? Наверное, которая больше всего внимания привлекла по всему миру. Да, я думаю, что это был запуск новой сверхмощной ракеты, которая называется Falcon Heavy, которая может поднимать 57 тонн полезного груза. То есть впечатляет это событие такими удивительными технологиями, мощность. Это не самые мощные, сейчас я покажу несколько интересных слайдов. Но тут не только в мощности дело. Это новый уровень технологий в том, что основные вот эти несущие части, они возвращающиеся, то есть они многоразового использования. Это значительно сразу удешевляет всю эту процедуру запуска ракеты, выведения спутника или чего-то другого. То есть это очень такой значительный шаг вперед, революционный шаг вперед в освоении космоса. Ну и грандиозные цели, которые ставятся, да, если кто слушал, там читал, может быть, что-то, да, то это полеты на Марс. То есть ни много ни мало вот такие вот высокие цены, да. Ну, маленькая справка такая вот, ракета, которая 6-го числа во вторник полетела, вот она третья справа нарисована. Из существовавших только одна была в истории мощнее нее. Следующая, к сожалению, вы не видите, это Сатурн-5, который выводил американские вот эти корабли в программе Аполлон. То есть это то, что летало на Луну. Сатурн-5 где-то в три раза мощнее был по грузоподъемности. А та, которая нарисована первой, она пока не существует. Это только проект. Это следующий этап, то, что хочет Илон Маск и его вот эта вот компания SpaceX сделать. То есть это то, что по их замыслу будет летать на Марс. Это там, ну, ее пока нет, это только проект. Удивительное событие. Мы живем с вами в удивительные дни технологии. Но когда я все стал это смотреть, задумываться, у меня еще возник такой вопрос. А чем движим этот грандиозный проект? Еще одна уникальность этого события в том, что вы понимаете, что раньше космос это был удел государства только. Мы же понимаем, это огромный бюджет. То есть все это раньше финансировалось из государственного бюджета, потому что за этим стояла политика и оборонная промышленность. То есть Советский Союз, США, ну и потом последние уже, позже некоторые другие страны тоже стали присоединяться. В этом случае это частная фирма. Это человек, который, ну, Илон Маск прежде всего, да. Это его личные, ну, можно сказать, деньги. Да, он уже очень богатый, миллиардер. Ну, мы же понимаем, что это не такой бизнес, как, я не знаю, продукты или производство каких-то там предметов потребления, что вот он вложил, и он точно знает, что завтра он получит. То есть он вкладывает миллиарды своих денег, и вот подумайте, задумайтесь, что им движет, ради чего? Что? Я задался этим вопросом и начал искать, и нашел его собственный ответ. Что вдохновляет его и тех, кто вместе с ним? И он говорит по этому поводу, вот что, если кто-то, может быть, не знает, для справки, вот Илон Маск, то есть он CEO, как это, ну, сейчас, наверное, не модно на Западе говорить владелец, но я так понимаю, что владелец и главный, скажем, директор, ну, может быть, совладелец, как минимум, да, SpaceX, Tesla, то есть самые крутые электромобили и другие, там, целый ряд компаний. И вот его цитата на эту тему. Он сказал, «Humans need to be a multi-planet species». То есть людям необходимо стать многопланетным биологическим видом. Как вы видите, я специально так по-русски перевел, чтобы было понятно, что, ну, какое мировоззрение у него в плане, в плане веры, в плане материализма, атеизма. Человеку нужно стать многопланетным биологическим видом. Почему? Что это за такая идея? Вот что им движет. Почему? По утверждению самого Илона, большое влияние на него оказали взгляды Айзека Азимова на основание космического пространства, на освоение космического пространства, как развитие и сохранение человеческого бытия. Айзек Азимов. Кто-то в детстве читал фантастику Айзека Азимова? Сохранение человеческого бытия. Маск утверждал, что охват жизнью нескольких планет может служить защитой от угрозы исчезновения человечества. И вот его цитата. Астероид, либо супервулкан, может уничтожить нас. А вдобавок мы подвержены рискам, никогда и не снившимся динозаврам. Искусственно созданный вирус, случайное появление микроскопической черной дыры в результате физического эксперимента, катастрофическое глобальное потепление или какая-нибудь еще неизвестная разрушающая технология может прекратить наше существование. На развитие человечества ушли миллионы лет, но за последние 60 лет атомное оружие создало потенциал самоуничтожения. Рано или поздно наша жизнь должна будет выйти за пределы этого сине-зеленого шарика. Или мы вымрем? Вот что движет этим человеком. Это удивительно, это шокирует. То есть это не бизнес, друзья мои. Это не просто человек зарабатывает. Понятно, что попутно, если все будет успешно, он получит заказы, его ракетами будут пользоваться государства, попросить выведенным на орбиту спутник и так далее. Но он это делает не ради денег. Им движет идея. Вот именно эта идея. И в перспективе, это я взял из его, все это в интернете, из его презентации, слайды. То есть в конечном итоге для чего эти полеты? И чтобы стать многопланетным видом, как он говорит, в частности, первая, наиболее близкая, кажущаяся реальная цель – это Марс. То есть построить город на Марсе. Потом построить город на Марсе еще больше. И так далее. Скажите, вам ничего это не напоминает, читающие Библию, христиане? Мне это напомнило вот что. На всей земле был один язык и одно наречие. И сказали друг другу, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. К сожалению, вот эта фраза, прежде нежели рассеемся, в русском она, именно в синодальном переводе не совсем точно. Вот многие другие переводы переводят так. Чтобы не рассеяться. То есть построим город с башни до неба, чтобы прославить свое имя, и то есть чтобы не рассеяться по всей земле. Нет ничего нового под солнцем. То есть, по крайней мере, со времен Вавилонской башни мы видим вот это стремление человечества, независимого от Бога, сохранить себя, сохранить свою цивилизацию, достичь чего-то такого важного, значительного, чтобы, ну, как бы можно было сказать, что не зря мы прожили, да. В одной из цитат Илон Маск, например, сказал, я нашел такую цитату его, что, ну, это же круто, вот говорит, родиться на земле, а умереть на Марсе. Ну, то есть, как бы не зря жизнь прожил, да, чего-то достиг, достиг, достиг. И вот люди к этому стремятся. Сделаем себе имя, то есть чего-то такого значительного достигнем, и как-то попытаемся таким образом сохранить нашу цивилизацию. В строительство Вавилонской башни они тоже использовали, ну, скажем так, передовые технологии того времени, да, то, что они тогда умели. Ну, высокая была башня, наверное, мы не знаем точно ее высоту, и как она выглядела, но один из, одно из художественных изображений, вот вы видите справа, это один из художников-классиков, я не помню кто, но слева вы видите реальную фотографию, которая напоминает нам о том, что эта история не уникальна, она происходит постоянно. Например, создатели Евросоюза тоже имели в виду эту идею, и они осознанно ее задекларировали в архитектуре здания Европарламента в Брюсселе. Оно построено в форме недостроенной Вавилонской башни. Чем они задекларировали, что они пытаются все-таки достичь того, чего не смогли достичь строители Вавилонской башни. Там Господь рассеял их, смешав языки, а мы все-таки объединимся, и мы достигнем вот этой высоты небес. Люди всегда хотят обрести бессмертие и значительность, обезопасить свое потомство и найти смысл жизни с помощью собственных грандиозных достижений. Это вечное стремление человечества. И как мы видим, сегодня люди продолжают строить свои Вавилонские башни. Многие страны, например, сегодня соревнуются друг с другом в том, кто построит самую высокую башню небоскреб. Замечали? Погуглите, это тоже любопытно. Небоскребы, самый высокий небоскреб, это тоже один из символов могущества, величия нации. И вот там сейчас, по-моему, где там в Арабских Эмиратах, наверное, самый высокий. Вот она башня, сделаем себе имя. То есть люди пытаются таким образом своими достижениями, своими технологиями как-то себя прославить и чтобы почувствовать, что, ну, найти смысл жизни, по сути дела, что мы не зря прожили, мы чего-то достигли. Это одна сторона. А есть и вторая. Вот еще, что говорил Илон Маск о смысле, о цели. Своего проекта. Я просто показываю, что я взял это из... Ну, как бы оригинал, цитата на английском, я ее перевел. Он сказал, я думаю, главное, что будущее намного более радостно и интересно, если мы космическая цивилизация и многопланетный вид. Что-то должно вдохновлять человека. Просыпаясь утром, вам нужно думать, что будущее прекрасно. Вот в этом и заключается весь смысл освоения космоса. Человеком движет поиск радости, смысла жизни, вдохновения. Ради чего жить, ради чего просыпаться утром. Цель его в том, чтобы верить в будущее и думать, что будущее лучше, чем прошлое. Жизнь не может сводиться к решению проблем. Человеку нужен источник радости и вдохновения, чтобы, просыпаясь утром, вам было чему радоваться и ради чего жить. Друзья мои, все ищут вот этого смысла жизни. Все без исключения. Люди всегда ищут смысл жизни и цель, ради чего жить. Как сказал Сократ, если не размышлять над жизнью, то и жить не стоит. Вся книга Экклезиаста об этом. В чем смысл жизни? Причем, учтите, она не дает ответа, а лишь ставит вопрос. Тем, что развенчивает все типичные способы обретения смысла жизни. Для нас особенно интересны примеры Илона Маска и царя Соломона, потому что это люди, в кавычках, достигшие всего, в земном человеческом смысле. Они наши кумиры, потому что, обладая богатством, властью, деньгами, возможностью ни в чем себе не отказывать, они символизируют наши мечты. Давайте прочтем несколько стихов из книги Экклезиаста. Откроем Экклезиаста первую главу и прочитаем, что царь Соломон говорит о поиске смысла жизни. Первая глава, со второго стиха мы начнем. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Простите, со второго стиха. Суета-сует, сказал Экклезиаст, суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Далее седьмого стиха. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. То есть, другими словами, история ограничена и избирательна. То, что остается в памяти исторической. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое, то есть, поставил перед собой цель, посвятил себя полностью. Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Все, что под солнцем, если не вознестись над солнцем. Забегая вперед, добавлю. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я в сердце моем так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многое мудрости много печали. Прости, я. И кто умножает познание, умножает скорбь. Читаем дальше. И сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя веселью и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Звучит пессимистически, не правда ли? Соломон на личном примере объясняет, в общем-то вся книга, это только пример, яркий пример, вся книга об этом объясняет, что ни развлечение, ни труд, ни земная мудрость, ни культура, ни какие-либо достижения не могут дать нам смысл жизни. Как сказал Лев Толстой, «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Это один из вопросов многих, которые... Смерть – это одна из проблем, которые как бы лишают все эти усилия смысла. Есть и другие причины. В конце книги экклезиаст указывает верное направление, в котором искать поклонение и послушание Богу, «Но по большому счету Бог-экклезиаста – лишь великий правитель и судья, Бог далекий и неведомый. Такое представление о Боге тоже не может наполнить вашу душу радостью и смыслом. Такого Бога можно бояться, но нельзя любить». Где же ответ? Где же та башня, та лестница, по которой действительно можно подняться на небеса, чтобы обрести надежду, смысл и вечную радость? В ответ на тщетную человеческую попытку построить лестницу снизу вверх, Бог спускает к нам свою лестницу сверху вниз. Впервые он показывает нам эту лестницу, когда, помните? В сне Иакова. Давайте прочитаем. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 28 главу, с 12 стиха. Сон Иакова. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Иакова». Я пропускаю из 16 стиха дальше. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что, как Дом Божий, это врата небесные». Из-за популярного перевода, кто, может быть, на английском слышал, немножко владеет, «Джейкобс Лайдер». Есть такое, ну, и много чего называли этим названием, «Джейкобс Лайдер», то есть «Лестница Иакова» по-английски так. Многие представляют себе украинскую мову «драбыну» Иакова. Но это не «драбына». В русском переводе только одно слово «лестница». Вариантов нет. А украинскую мову «имоверно» это была не «драбына», а это были «сходы». Не, разумеете резницу, да? Сходы, как камьяни сходы, как у нас на лестничном пролёте, где камень, где бетон. По-украински «сходы», по-английски «it was not a ladder, but it was a stairway to heaven». Кто, может быть, помнит, Led Zeppelin была такая песня. То есть в этом плане Led Zeppelin богословски точнее. Stairway, то есть это была, это, скорее всего, был зикурат. То, что в древности часто строилось, и мы до сих пор находим это и в Америке. То есть язычники по всему миру строили подобные сооружения. Огромный храм, в центре которого широченная, такая впечатляющая каменная лестница, по которой поднимались кверху, и там наверху было капище, было святилище. То есть это считалось способом приблизиться к Богу. Иаков вполне мог раньше видеть зикураты, подобные Вавилонской башне. И Вавилонская башня, вероятно, была таким же зикуратом. Поскольку никакие человеческие усилия не способны дать нам башню высотою до небес, то есть вернуть нас в небеса с их радостью, надеждой и смыслом, Бог сам открывает нам врата небесные, обещая сойти к нам по этой лестнице. Символическое название этого места, где Иаков заснул и где ему это все приснилось, помните, как называлось? Вифиль, по-еврейски, Дом Божий. То есть Бог обещает, что Он устроит свой дом, свою скинию среди нас, и Его ангелы будут служить нам. Как это будет? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна из первой главы, 45 стиха. Откройте, пожалуйста, Иоанна, первую главу, 45-й, потом 49-го стиха. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Моисей в законе писал, 49-й стих. Нафанаил отвечал ему, после того, как Иисус впечатлил его пророчеством своим, Нафанаил отвечал ему, Рафи, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, и дальше 51-й стих. Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот новозаветное исполнение этого прообраза. Иисус Христос и есть эта лестница Якова. Иисус Христос – это ворота, врата Божьи, врата небесные. Иисус сам говорит, я есть им путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть Иисус – единственная лестница, единственная врата к Богу, то есть к радости, надежде, безопасности и смыслу жизни. Иисус не просто золотой ключик, которым открывается дверца в волшебную страну. Помните Буратино приключения? Иисус сам и есть эта волшебная страна. Он есть хлеб жизни. Другими словами, Иисус – это не средство к какой-то более важной цели. Он сам и есть цель. И мы с вами, христиане, мы знаем правильный ответ. Мы поем правильные слова об этом. Сегодня во многих песнях об этом пели. «Вся моя жизнь в тебе». Украинская мова у нас есть такая одна. «Ты е для мене все». Но в душе мы знаем, что еще не достигли этого в полноте. Не правда ли? Что дает мне утром радость и мотивацию вставать и жить? Которой не хватает, например, Илону Маску. Он ее пытается найти в освоении космоса. Такой певец Джо Кокер, обращаясь к женщине, пел такие слова. «You give me reason to live». То есть буквально «ты даешь мне причину жить». Большинство поэтической и песенной лирики воспевает романтические отношения, как высшую радость, дающую смысл жизни. Что делает ваше пробуждение радостным? Что вдохновляет жить? Мы боимся признаваться даже себе, а тем более другим, что это не всегда Христос. Не бойтесь признаваться, потому что мы все растем в этом. Я давно стал ловить себя на мысли, что часто живу надеждой, например, какого-то события, например, важного преподавания, тем более у меня работа такая христианская, это все так важно, так духовно, или интересной поездки, или семейного отдыха, или радостного застолья с друзьями. То есть сегодня я проживаю обычную рутину, ну, когда нету чего-то такого возбуждающего, exciting по-английски, да? А мысли мои, источник вдохновения, источник радости, где-то в будущем я сегодня живу надеждой, и вот когда там в воскресенье, как говорил старший брат блудного сына, козленка с друзьями где-то там зажарит, шашлычок, образно говоря. Какой город и башню вы пытаетесь строить? В чем вы склонны искать радость, надежду, безопасность? В достижениях, в богатстве, в изменении общества, в развлечениях, в семье, в детях. Все это могут быть прекрасные Божьи дары, но не они хлеб жизни. Я стараюсь замечать это в своем сердце, признаваться хотя бы себе и Богу, и учусь радоваться прежде всего моим спасителям. Учусь. Порой Он помогает мне в этом, лишая меня каких-то земных надежд, которыми я склонен заменять Его. Как научиться радоваться прежде всего о Господе? Особенно, когда трудно, когда больно, когда страдаешь физически или духовно. Об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня мы, как в книге «Экклезиаст», не дали полный ответ, но поставили важный вопрос. «Что дает мне надежду, радость, смысл жизни?» Давайте честно размышлять и молиться об этом, и потом продолжим искать ответы в Божьем Слове. Андрей, започуткував хорошую традицию в конце проповеди, делать обсуждение. Я предлагаю сегодня сделать то же самое. Разделитесь на маленькие группки, обсудите и можете задать вопросы. И, кстати, потом, у нас еще есть время, потом вы можете, если будет желание, и проповеднику задать, если еще будут вопросы. Подумайте, что больше всего вдохновляет вас? Что дает надежду и радость? Насколько получается или не получается находить радость и смысл жизни в своих отношениях со Христом? Какие трудности встречаются на этом пути? Давайте несколько минут пообщаемся, а потом, если будет желание, можете еще задать вопросы. Пожалуйста. Обсудите друг с другом, что вас вдохновляет, насколько получается вдохновляться Христом, какие трудности и так далее. Хорошо, друзья. Пока вот мне поступил один вопрос. Какая была тема проповеди? Я обычно вначале пытаюсь ее формулировать четко. Сегодня специально как бы зашел с тыла. То есть тема проповеди, сегодня это вопрос. Нету как бы, ну, вернее, мы знаем общий правильный ответ, да? Но вопрос такой, в чем я нахожу надежду, радость, смысл жизни. Да, вот вопрос. Это, кстати, к аудиорежиссеру, который будет там файлы называть. Такая тема проповеди. Есть ли еще какие-то вопросы по проповеди? А ты нашел смысл жизни? Олег спрашивает, нашел ли я смысл жизни? Ну, конечно, нашел, да. То есть я сказал, что я думаю, что все христиане в общем знают этот правильный ответ, да, что смысл жизни – это Бог. Но на практике мы по-прежнему учимся больше всего радоваться Ему, больше всего находить надежду в Нем, а не в каких-то там проектах, безопасность, вот эту вот защиту, о которой тоже вот люди без Бога переживают. То есть да, я нашел, но я учусь все больше и больше этому действительно радоваться. И особенно это трудно, когда тяжело, когда больно. То есть, знаете, когда у нас все благополучно, то как бы легко петь песни там и декларировать, что вот слава Богу мы говорим, ну, когда Бог благословил чем-то приятным, конечно, слава Богу и все. А вот когда наша вера проверяется, особенно когда мы переживаем испытания. Вот в эти моменты труднее. Но я сказал, это я не просто так сказал, что следующая проповедь, ну, моя, я планирую, если Бог даст, продолжить как раз об этом. То есть как утешаться с Богом, особенно когда тяжело. Еще есть вопросы? Хорошо, спасибо Божьим благословениям. Пусть Бог благословит нас продолжать об этом молиться, размышлять и учиться радоваться о Господе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!